Что делать, чтобы найти свой путь в жизни, чтобы найти свое предназначение? Ну, смотря, что действиями называть. Ну вот, будьте собой просто, и все. То есть, естественно, что обычная социальная жизнь накладывает отпечаток. Вы должны какую-то контролируемую глупость исполнять, работать, что-то еще делать. Глупость не в смысле, что вы считаете, например, это действие глупым, дурным, и тех, кто в нем участвует. Но глупость в том смысле, что вы знаете, что это некая игра, в которую вы должны играть, чтобы не причинить себе неприятностей каких-то. Вот. И естественно, что эта социальная активность, контролируемая глупость, не всегда может совпадать с тем, что вам вот совершенно спонтанно бы сейчас хотелось сделать. Она может... Что за музыка была? Так вот, да. Это может сильно отличаться от того, что вам хочется в этот момент. Вам хочется танцевать, например, а вы должны там на компьютере отчет писать. Есть два способа. Или вы относитесь к этой работе, которую вы выполняете, как к такой же игре, и вы пробуете в ней уютно устроиться так, чтобы вы блаженствовали в этом действии. Вы отключаете все те помехи, которые вот концептуальный ум создает для того, чтобы вам казалось это глупо, там, недостойно вас, скучно. Это все работа ума. Если вы это отключаете, то любое действие, например, там, печатание на компьютере, оно может вот... Вот... И у вас начинается вот эта микрокосмическая орбита, тогда все... Приход, да. Торкает, оставляет... Насекомит, коматозит... Колбасит, насекомит, и что? И коматозит, да. И тараканит. И плющит, да. Так вот, если ваша работа совсем вот, ну, ненавистная, ну, поменяйте ее, попробуйте. Ну, еще более ненавистная. Просто есть такое, что вот мудрость, что, например, там вот, разводиться у меня с этим человеком кто-то говорит, а другой кто-то ему говорит, а чего тебе разводиться, какой этот негодяй ты уже знаешь, а какой будет следующий неизвестно, может он будет хуже, поэтому нет смысла все это делать. Спасибо.